Шум воды и срезанной трубы, залитый по щиколотку подъезд. А вокруг квартиры без окон и дверей. Нет, это не заброшка. В этом доме, признанном аварийным, еще живут люди. Это видео в отчаянии выставила дочь Ларисы Кушевой, когда столкнулась с актом мародерства в их доме. Сама Лариса сильно переживает за свою, пожилую маму, которая живет, как на пороховой бочке. У меня мама вон рыдает, ревет каждый день. Нет, этого еще больнее. Потому что пожилой человек в возрасте. И вот такая проблема у нас возникла. Лариса признается, что сначала все было неплохо. Мародеры так не свирепствовали. Но с прошлой недели, когда съехали почти все жильцы, начался настоящий коммунальный ад. Выносят все, рассказывает Лариса, вплоть до крючков, на которых держались когда-то батареи. Нет, здесь невозможно жить в таких условиях. У нас что-то резко все начали снимать окна двери. Тут выходные у нас топило и топило. Сняли кто-то тут мародеры, счетчики, топило. А в Рику долго ждали. Сейчас в этом доме остались всего две семьи. К слову, соседи по несчастью получили ключи от квартиры в Любимове еще в мае. Но по каким-то причинам не переезжают. А вот семье Ларисы переезжать некуда. Хотя у нее в собственности уже есть жилье на правом берегу. Получилось так, что наш дом по Братчикову 12 сдался. И когда нам надо было получать квартиру, заезжать, нас ее затопило. Потом ее очень долго сушили, эту квартиру, сушили, сушили. Потом, когда надо было нам опять уже принимать ее в очередной раз, нам сказали, что ее не просушили. Надо выбрать какой-то другой вариант. И на это все нужно очень много времени для оформления документов. Потоп на Братчикова случился еще в апреле. С тех пор, рассказывает Лариса, началась новая волокита с бумагами. То ли придача огласки, то ли время подошло. Но дело с переездом сдвинулось. Сегодня вечером Ларисе обещают выдать ключи от новенькой квартиры. И вроде бы ситуация разрешилась хэппи-эндом. Однако неприятный осадочек все же остался. В результате проживания вот таких, ну и антисанитарных, и, скажем так, небезопасных для жизни и здоровья условиях, у людей возникает право взыскания морального ущерба. Юрист Дмитрий Исаков вызвался представлять права Ларисы и ее семьи в суде. По его мнению, дома, попавшие под расселение, необходимо охранять более тщательно. В противной ситуации мародеры совсем распоясываются. Я более чем уверен, время покажет, что называется. Когда вот такие дома кончатся, они по накатанной схеме будут что-то другое уже резать. У нас уже ситуации с этими площадками возникают. Конечно, у каждого подъезда аварийного дома охрану не поставишь. Но вопрос мародерства в городе стоит очень остро и, очевидно, требует более жестких мер. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости.